Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ирина Гостева, я парапсихолог. В прошлом видео мы с вами уже разбирали, что такое энергетический блок. Обязательно посмотрите, если вы не смотрели. А сегодня мы с вами поговорим о том, как проработать, убрать и устранить энергетические блоки. Итак, друзья, как мы выяснили в прошлом видео, у каждого энергетического блока есть причина. То есть есть источник, после чего этот блок, этот энергетический затор внутри нашей нервной системы возник. Соответственно, чтобы проработать блок, нужно выйти на эту причину, осознать её и уже поработать с ней. Что может являться причиной, как вообще её находить, что она из себя представляет? Причиной является всегда какое-то воспоминание о травмирующем событии в прошлом. И это воспоминание можно, в принципе, даже в плоскости сознания вытащить. А можно его, если это очень такая травмирующая ситуация, которая для человека очень неприятно, вызывает жуткий дискомфорт и боль, то здесь срабатывают психзащиты. Психзащиты имеют защитную функцию, они, в принципе, так и называются, для того, чтобы человек не разрушился, для того, чтобы его максимально сохранить. То есть это защитная функция, которая сохраняет нашу психику от самоповреждения. И она выпихивает все вот эти негативные наши состояния эмоций внутрь, в подсознание, в нижние слои, где у нас нету чувствительности. То есть подсознание чувствительности не имеет. Оно может всё, что угодно в себя накапливать. Но когда переполняется, да, оно начинает потихонечку это уже выплёскивать. Соответственно, несмотря на то, что мы туда вроде бы доступа не имеем из обычного состояния сознания, но тем не менее оно, подсознание нам периодически маячит, сигналит о том, что та или иная блокировка существует. Сигналом будут наши реакции на самые разные жизненные раздражители. Вот кто-то вам не нравится из людей, да, какие-то качества, какие-то их манеры, какие-то их эмоции, да, то, что сейчас человек представляет. Это уже будет свидетельствовать о том, что у вас внутри есть блокировка, что вы сами себе это запрещаете, не разрешаете. И человек вам как зеркало показывает, что у вас внутри. То есть проблема даже не в этом человеке, проблема в вас. Соответственно, когда мне пишут негативные комментарии хейтера, я всегда им говорю, посмотри в зеркало. Да, ты сейчас во мне просто видишь свою проекцию, проекцию своего блока, своей боли. И поэтому ты так остро на это реагируешь. Я, например, себе это разрешаю, человек себе это запрещает. От того, что он видит, что я себе это разрешила, его приводит в крайнюю степень гнева, агрессии, злости. И он просто рвет на себе рубашку в этот момент, да. И как она посмела оскорбить Артура Сита. Вот, извините. Это вот я насущно, так сказать, да. И вот строчат мне 100-500 оскорбительных комментариев. Так что вот это таким образом работает. Соответственно, чтобы проработать блок, найти эту причину, мы находим воспоминания и работаем уже непосредственно с этим воспоминанием. Иногда бывает очень сильное расщепление. То есть расщепление — это всегда показатель, что ситуация очень болезненная, и её попыталось подсознание спрятать как можно глубже. И в этой ситуации на воспоминания вы, скорее всего, не выйдете. Но вы выйдете сразу, например, на некое состояние. Просто почувствуете какой-то дискомфорт, какую-то эмоцию. Или это будет, например, абстрактная картинка. Чем сильнее расщепление, тем больше будет абстрактных картинок. Иногда это может быть даже какой-то цвет. Вот человек, например, вот мы погружаемся, он говорит, я вижу там сине-фиолетовое облака. Или розовый в оранжевую крапинку треугольник. Такие абстрактные геометрические фигуры. С этим тоже можно работать. Есть определённые техники, когда происходит проработка. Но самостоятельно, к сожалению, человек, если есть сильное расщепление, поработать не сможет. Не буду, так сказать, вас вводить в заблуждение. Соответственно, здесь нужно работать только со специалистом. И, скорее всего, человек даже не сможет туда погрузиться. Потому что будут срабатывать психозащиты, они просто туда его не пустят. Здесь нужен специалист, который умеет эти психозащиты с помощью специальных техник обходить. Даже если вы знаете какую-то методику, не факт, что вы обойдёте. Например, у меня каждый сеанс по скайпу с ребятами всегда индивидуален. Все разные. Не бывает одинаковых сеансов. Очень часто бывает, что это импровизация. Я работаю по наитию и чувствую клиента, и чувствую, как с ним в этот момент лучше сделать, чтобы был действительно результат. То есть не бывает каких-то одинаковых методик. Здесь действительно нужно очень хорошо человека чувствовать и понимать, какая конкретная техника ему в данном случае подойдёт, потому что их огромное количество. И нужно чётко знать, что ему можно применить, а что лучше не применять, потому что просто потратим на это время. Вот в этой ситуации, конечно же, блок лучше прорабатывать со специалистом. Если же вы сразу уходите на воспоминания психотравмирующие, умеете с ним работать, но, как правило, это не одно. Но их может быть несколько, это может быть череда воспоминаний от текущего момента до прошлого, вплоть до каких-то детских ситуаций. Хорошо, если вы сразу на детскую какую-то историю выходите, работаете с ней. Можно также формулировать запрос и брать уже ядро. То есть та ситуация, которая впервые вас в этот психотравмирующий опыт погрузила и создала блокировку, то можно с этим тоже работать. Не всегда это какие-то ситуации, которые в действии происходили. Иногда человек может читать книжку, прочитать о чем-то, что его очень сильно напугало. Например, какую-то религиозную литературу, когда говорят, не делай так, в тебя вселятся бесы, ты не должен ни в коем случае злиться, это большой грех. Никогда не наступай на подклад, подцепишь порчу. В этот момент что происходит? То есть человек испытывает очень сильные эмоции, страха. Он ставит себе запрет, то есть это будет очень сильная такая эмоция, очень сильное впечатление негативного характера, впечатление слова «печать». Он сам себе эту печать ставит в этот момент, да, и образуется блок. То есть он начинает уже какие-то действия блокировать, чрезмерно не фокусироваться, осложнять себе жизнь и так далее. Блоков может быть очень много разных, их великое множество. То есть заблокироваться можно от чего угодно на самом деле. Я сейчас не пытаюсь вас, конечно же, напугать, но тем не менее вот жизнь, она такова. Человека без блоков я ещё не встречала. Большая часть людей всё-таки блоки имеют, и это правда жизни. Каждый блок, если мы посмотрим на него с позиции видения, ясновидения или языка подсознания, он представляет из себя некую абстрактную конструкцию, которая может выглядеть как угодно. Люди их по-разному видят, да, как какую-то картинку, какой-то геометрический предмет, как какой-то сгусток энергии разного цвета. То есть они сами, вот мы на сеансах тоже, когда работаем, я говорю, ребят, сканируем, да, они сами начнут сканировать, и, кстати, параллельно даже ясновидение развивают в этот момент. И, соответственно, этот блок имеет определённое цветовое наполнение, наполнение энергии. Энергия — это не что иное, как эмоциональный заряд. То есть наша задача — этот эмоциональный заряд убрать, да, это первая степень проработки этого блока. Мы убираем эмоциональный заряд, и конструкция становится уже прозрачной. И уже работая с прозрачной конструкцией, что это такое, это будет не что иное, как убеждение, на котором был наложен этот эмоциональный заряд. Ну, то есть условно говоря, да, вот есть телефон, ну, если его не подзаряжать от сети, вот электричеством его не напитывать, он работать не будет. То же самое с блоком. То есть сама прозрачная конструкция, она не рабочая ровно до момента, пока вы не напитали её эмоции. Но если вы только лишь убрали эмоции, это не значит, что она снова в какой-то момент не подзарядится другой эмоцией уже от другой ситуации. То есть здесь мы с вами два этапа работаем. Сначала убираем эмоции, потом убираем убеждение, которое, собственно, и собирает эти вот заряды эмоций. Также, помимо прочего, у каждого блока есть сцепки и проекции. Что это такое? Сцепка – это то, что предшествовало образованию блока. Блок может быть не один. И если мы их начинаем просматривать и раскручивать, то оно начинает цеплять. Когда с ребятами работаем, они… Ой, вот у меня вот в груди здесь жмёт. Ой, сейчас в левую пятку отдал. Ой, что-то в затылке завибрировал. И он даже иногда чувствует вот этот вот канал. Вот прям оно иногда простреливает. Или вот прям чувствует, что тянет какая-то ниточка внутри. И это вот как раз-таки показатель вот этих самых сцепок и проекций. Сцепка – это то, что предшествовало образованию блока. А проекция – это то, что уже образовалось после проекции. Это другой, более вышестоящий блок. И тот, который мы изначально взяли, да, он уже будет сцепкой с этим блоком. Ну, это условное название, да, условно говоря, последовательность блоков, которые между собой тоже связаны. Иногда невозможно проработать блок, не нырнув в ситуацию более глубокую. То есть под ним ещё будет какой-то более глубокий блок, а под этим блоком ещё может быть какой-то блок. То есть это целая такая большая конструкция. Да, я вот вам специально рассказываю, чтобы вы понимали вообще степень работы. И иногда вот человек говорит, ну, я не могу никак проработать. Я уже там, со всех сторон и так и сяк, вроде бы всё проработал, раз опять он на месте. Вот почему-то что. А потому что не проработана сцепка. То есть то, что лежит под ним, вот это нужно обязательно убирать. То, что сверху над этим блоком тоже не проработается, пока вы этот блок не проработаете, а под ним ещё какой-то блок и ещё и так далее. То есть там будет такой снежный ком, который нужно разматывать. Иногда за один сеанс, конечно же, это невозможно проработать. Плюс подсознание очень часто к концу сеанса, вот таким волшебным образом, то есть когда уже в такой глубокий контакт вошли, всё уже научились делать, научились их прорабатывать, нужно природные тоже навыки. И вдруг подсознание начнет вываливать. Оно здесь завибрировалось, здесь вот оно прям показывает так точечно. Вот здесь, вот здесь, вот здесь у тебя блок, вот здесь, вот здесь. Человек сам обалдевает в буквальном смысле от того, сколько у него их. Да, это много. Я помню, вот когда я наработала уже методику, опыт, и я как-то полезна, и мне как и начало вываливать подсознание. Конца и края нет. Я думаю, господи, ну вот сколько их там, вроде годами, понимаете, десятилетиями работаешь, а они не кончаются. И вот до сих пор, периодически, если ещё поглубже нырнуть, ещё найдёшь какой-то слой, ещё поглубже, ещё. То есть там слоёв очень много. Да, и с этим нужно, конечно же, работать и разбираться. Потому что проработка, что нам даёт? Она даёт нам, во-первых, психическое, физическое, энергетическое здоровье, прекрасное состояние, хорошее настроение, очень много возможностей и улучшение качества жизни. Это самое важное. Да, мы все стремимся к счастью. Чем лучше мы себя чувствуем, чем больше потребностей мы удовлетворяем в своей жизни, тем, соответственно, лучше её качество. Естественно, я вам всем это желаю. Пробуйте прорабатывать. Очень много методик я даю на курсах для самостоятельного прохождения. Тем более сейчас, кстати, распродажа. И курсы продаются по выгодным ценам. Никогда ещё таких цен не было, друзья. Поэтому успейте их пройти. По всем вопросам пишите Светозару, он вам всё это подскажет. Ну и, соответственно, по поводу конструкции, о котором мы с вами говорили. То есть, если мы убираем заряд, конструкция становится как будто бы пустой, но она есть, сам каркас. И когда мы прорабатываем уже убеждения, то конструкция растворяется. Вот очень интересный такой момент, когда ребята сами это всё прекрасно видят, чувствуют. И сами могут убедиться, что блок убрали. То есть, они видят, что всё, конструкция исчезла. Я внутри себя не вижу, не чувствую, никаким образом обнаружить уже не могу. И после этого у человека начинает меняться жизнь. Он уже не сталкивается с проблемой в тех или иных ситуациях. То есть, он уже может менять паттерны поведения и расширять своё сознание, становиться более сложным по своей организации. Ну и, естественно, возможности получать. Надеюсь, вам была эта информация полезна. Обязательно напишите комментарий, что вы вообще по этому поводу думаете, как вы прорабатываете блоки, насколько вам легко или сложно. Вообще всё, что вы считаете, пишите. Обязательно задавайте вопросы, прилагайте темы для обсуждения, что ещё вам, друзья, интересно. Ну и, как всегда, подписывайтесь на канал. Очень много будет ещё новой информации. И ставьте колокольчики, чтобы её не пропустить. Ну а с вами, как всегда, была Ирина Гостева. Я не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.